Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала Шалундрики! В этом видео расскажу вам о нашем любимом и самом красивом парке города после реконструкции. Сейчас мы находимся у одного из фонтанов, который очень нравится всем деткам. И так как было это в теплый летний день, то многие в нем купались. Смотреть на это можно долго и получать при этом порцию положительных эмоций. Располагается этот фонтан в центре одной из детских площадок, которая сделана просто шикарно, мягкое и безопасное покрытие под ногами и разного плана развлечения для детей. Так как было это в выходной и праздничный день, то пригласили еще и аниматоров в очаровательных костюмах, которые развлекали не только деток, но и взрослых. Они весело танцевали и завлекали каждого ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дети, конечно, от всего этого были в полном восторге. А теперь расскажем вам о самом парке и покажем его красоту с некоторыми достопримечательностями. Мы решили прокатиться на экскурсионной машинке. Отъезжаем мы от центрального входа. Тут располагается большая сцена, где проходят разные мероприятия, а по сторонам уличный фудкорт. Все красиво, чисто, ухожено, по высшему разряду. Украшают еще эту площадь огромные овальные клумбы, возле которых можно также присесть, отдохнуть, перекусить. На каждом шагу урны, за которыми следят, убирают, делают это постоянно. Парк называется Швейцария, находится он в Нижнем Новгороде. И к 800-летию города в 2021 году его открыли после масштабной реконструкции. Преобразился, конечно, до неузнаваемости. Делан по всем стандартам мирового уровня. При этом сохранили его необычную природу и красоту. В этом году, в 23-м, в конце лета парку исполняется 120 лет. А такое название от того, что благодаря потрясающему виду с обзорной площадки это место часто сравнивали со Швейцарией и произносили «Русская Швейцария». А в 1992 году узаконили это название. Мы обязательно с вами посмотрим на этот потрясающий вид с площадки, но чуть позже. Открывшись после реконструкции, он удивил своими современными спортивными площадками, светомузыкальным фонтаном, скейт-парком, игровыми зонами и стал местом притяжения не только горожан, но и туристов. Здесь много развлечений для детей разного возраста, планетарий, различные кружки и не только. И сейчас мы с вами проезжать будем мимо скейт-парка. Он просто огромный, один из самых крупных в России. Планирую здесь проводить даже соревнования и чемпионаты. Дети разного возраста с удовольствием его посещают. Особенно много в выходные дни. Кто-то занимается профессионально, кто-то любительские, но дети не могут равнодушно смотреть на все это. Рядом со скейт-парком одна из спортивных площадок, а в парке их несколько. А за ней чуть ниже еще одна шикарная детская площадка, как раз для детей младшего возраста. С нулей мы ее посещаем почти каждые теплые выходные. Сам парк площадью 52 гектара с хорошими пешеходными дорожками. Часть из них асфальтирована, какие-то выложены тротуарным камнем, а некоторые сделаны из дерева. Люди с удовольствием гуляют, катаются на велосипедах, самокатах, приходят сюда мамы с детишками. Везде расположены бесплатные биотуалеты, за которыми также следят и убирают постоянно. Много удобных деревянных лавочек, указателей, две большие площадки для собак и их тренировок. Одну из них мы с вами уже проехали. Здесь каждый найдет что-то по душе. Парк получился очень богат на развлечения, рекреационные зоны, при этом сохранили его природу и даже увеличили площадь озеленения. Приезжая с ребенком, мы обычно посещаем некоторые детские площадки в пределах двух остановок. На большее расстояние сил уже не остается. Но если хочется заглянуть дальше, то можно воспользоваться экскурсионными автомобильными гольфкарами. Либо прокатиться на четырехместном семейном велосипеде, что также пользуется большой популярностью. Мы взяли прогулку на 40 минут. Это маленький круг парка. Можно взять прогулку полуторачасовую и увидеть еще больше красот и достопримечательностей. Ну а мы въезжаем на откос, с которого и открывается тот самый потрясающий вид на реку. Река Ака перед вами. И благодаря этой красоте свое название и получил парк Швейцария. Это вид с обзорной площадки. Красота, конечно. Вдоль откоса бесчисленное множество лавочек, скамеечек и зон отдыха. В парке не забыли и про братьев наших меньших. Много кормушек для птичек, а также домиков для муравьев и других насекомых. При этом все сделано очень аккуратно и красиво. Порой можно даже увидеть скульптуры. Самые разные. Лужайки также все облагорожены. Подстрижены вовремя, поэтому многие приходят сюда и отдыхают на зеленой травке. Сейчас мы как раз проезжаем мимо одной из наших любимых детских площадок, которая расположена за скейт-парком. Воздух здесь свежий, чистый. Это несмотря на то, что рядом одна из самых оживленных транспортных улиц города. В парке безопасно на территории система круглосуточного видеонаблюдения, который состоит из более 150 камер. А в вечернее время включается освещение, подсветка некоторых аттракционов, фонтана. Красота одним словом. А мы снова потихоньку выезжаем на откос. Он чуть выше предыдущего и вид та же просто потрясающий. Может кто-то не знает, но наш город располагается на слиянии двух крупных рек. Оки и Волги. А место их слияния называется Стрелкой. Конечно, к 21 году весь город преобразился до неузнаваемости. Многие бы европейцы позавидовали таким красотам и природе. А тут домики для бельчат. Нам не удалось их увидеть, но они и есть. И почти ручные. Это своего рода маленький кусочек петергоф в нашей Швейцарии. Здесь можно с удовольствием провести целый день. Есть где отдохнуть, покушать. Ну и конечно для деток масса всяких развлечений. Слева круговая конструкция с качелями. Это также излюбленное место и для детей, и для взрослых. В вечернее время там включается еще и подсветка. А сейчас также слева можно увидеть тот самый светомузыкальный фонтан. Каждый вечер в 20.00 он загорается огнями и вода словно танцует под музыку. На этом наша обзорная экскурсия подходит к концу. Мы проезжаем снова мимо уличного фудкорта, где всегда можно быстро и вкусно перекусить. Но хотим показать вам еще немного из детских развлечений. Например, можно прокатиться вот на таком красивом паровозике. Разумеется, это все оплачивается отдельно, но цены доступные, причем для всех. А у деток от такого аттракциона эмоций будет очень много. А вот и мой сынуля. Тут площадки для деток помладше. Разные домики, качели безопасные. Опять же, каждый найдет что-то по душе. Дальше есть для деток постарше и веревочный комплекс любимой семьи. И горки разного плана. Много всего. Глаза у них точно разбегутся от разнообразия. Провести весь день смогут однозначно. И обойти на все времени не хватит. Можно еще, например, пройтись по полосе препятствий, как сейчас делает Трофимка. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось прогуляться с нами по парку и получить порцию хорошего настроения. Будем благодарны за лайк, подписку и комментарий. На этом прощаемся. Всем спасибо. И пока-пока. До новых скорых встреч.